Всем привет, с вами Голодный, и вот я наконец-то добрался до того, чтобы записать концовку прохождения Dark Souls 2. Да, я решил всё-таки это сделать, а то мне уже скоро начнут приходить письма с угрозами, что я всё ещё не прошёл вторую часть. По поводу DLC пока ничего конкретно не могу сказать. Скорее всего, они тоже будут на канале, но когда именно, я уже обещать не буду. Итак, теперь осталось только вспомнить, на чём мы закончили, что нам делать дальше. В последней серии мы победили гиганта в прошлом, и теперь давайте поговорим с кошкой. Ну, Шалкоа, как всегда, говорит загадками, предлагает нам занять некий трон. И перед тем, как идти его занимать, нам нужно ещё сделать одно важное дело. Это посетить бездну. Я оставил это напоследок. Так, и у нас, кстати, есть 90 тысяч душ. Давайте их потратим. На самом деле, я зря под конец игры, конечно, прокачался на Ведьмака, потому что Ведьмаку в бездне будет немного тяжеловато. Ну, да ладно. Не буду я уже перекачиваться. Нам хватает на три уровня, и давайте просто поднимем, наверное, жизнь. В принципе, можно было вообще ничего не прокачивать. Ничего это особо не меняет. Ну, всё равно нам душу тратить особо некуда. И давайте немножко составим по-другому заклинание. Нужно взять немного пиромантии. Я думаю, этого будет достаточно. И первым делом давайте сначала сходим в Железную Цитадель. Там у меня тоже осталось ещё одно незавершённое дело. Здесь у нас встречают очень резвые олонские рыцари. И нам нужен торговец с трудновыговариваемым именем. Который находится здесь неподалёку. Оу! Некрасиво вот так вот делать. Прерывать чужие беседы. От доспеха, лонского рыцаря. В общем, как вы помните, в одной серии мы украли... Окаменевшее яйцо. Да! Не то, чтобы я не хотел. Так, это, я надеюсь, всё. Так, это... Так, это... И теперь мы можем вступить в Ковенант Реликвии Дракона. Ну, ты опять. Да, как и в других частях Dark Souls, здесь можно превратиться в маленького дракончика. Но для этого нужно преподнести хотя бы 10 чешуек в главе Ковенанта. Их можно фармить либо у Драконьих Рыцарей. Ну, еще есть место, где можно их пофармить в DLC. То есть, в принципе, даже без сети можно прокачать этот Ковенант на максимум. Если вы играете по сети, то при помощи как раз глаза дракона, предмет для игры по сети, отправляйтесь в мир, где находится чешуя дракона, чтобы забрать чешую у хозяина этого мира. Главная слабость людей их непорочная плоть. Те, кто стремится изменить себя, приняв облик Древних Драконов, настоящие первопроходцы. Мы можем оставлять метку на полу, и если вас призовут, то будет PvP-сражение, победив которым вы получаете чешую. Ну что ж, делать нам больше здесь нечего. Возвращаемся обратно. И следующим делом давайте посетим Макдафа. И давайте для более пущего урона закалим наш черный посох ведьмы на тьму. Так как у нас сейчас нет практически ни силы, ни ловкости, то можно закалить нашу тяготану на грубое оружие. Это придаст ей больше физического урона. Можно было, конечно, попробовать сделать из нее магическое или огненное оружие. Но я думаю, что особо большой разницы мы бы не получили. Хотя против Дарк Люкера, возможно, огненный урон зашел бы лучше, чем физический. И да, я уже хотел идти в Бездну, но давайте перед тем, как посещать Бездну, навестим Вендрика. Да, не совсем удачный костер здесь. Могли бы поставить костер после победы над Вильстаттом. Ну, нет, заставляет нас бегать. Так как мы получили пять душ-гигантов, Теперь мы можем без особых проблем Попробовать победить Вендрика. Точнее, то, что от него осталось. Его полую оболочку. Да, хоть он и стал полым, но он не совсем утратил свои силы. Пока он не разлится, его количество жизни не видно. И у него есть достаточно много неприятных движений. Особенно парочка горизонтальных атак. Если вы придете к нему Без душ-гигантов, То он будет обладать огромной защитой. То есть вы будете снимать ему, допустим, не 270, А там по 5-10 жизней. Каждая найденная вами душа-гиганта Снижает им защиту Несколько раз. К сожалению, урон Не особо Оу! Снижается. Попробуем что-нибудь поколдовать. Да, урон тьмой тоже достаточно хороший. Я думаю, что даже безопаснее его будет атаковать именно Сдалека. Да, главное Главное не жадничать, как обычно. Вау! Да, что-то я совсем сноровку в Dark Souls 2 потерял. Очень медленная она по сравнению, конечно, С третьей. Даже кажется, что Demon's Souls немножко побыстрее будет. После того, как мы раззадорили Вендрика, Тут появился туман. Пытаемся использовать правило Буравчика. Крутимся возле его Левой ноги. Прикрываемся на всякий случай щитом. Да, и так, наверное, будет безопаснее всего. Так, кто-то не очень хорошо. О-оу! Нет! Ха-ха-ха! Зачем я начал пить? Возможно, мне бы стоило одеть какую-нибудь броню попрочнее. Чтобы не умирать из двух ударов. Ну... Скорее всего, надо просто... Немножко сосредоточиться. Би-и. Би-и. Да, слишком за него заходить не стоит, а то он начинает отпрыгивать. Нежелательно бы не давать ему еще и к стене прижиматься, треххитовая комбо, сейчас он побежит на меня, я чувствую, да, хоть он и полый, но очень быстрый. С третьего раза я его должен одолеть. Как вы понимаете, Вендрик это необязательный босс, и убивать его совершенно не обязательно, но желательно, потому что это даст нам доступ в одно из интересных мест. Блин, длиннющая у тебя дубина, однако, Вендрик. Нет! Фух! Охо-хо! Я думал, мне конец. И он ничего не дает, только 90 тысяч душ, но на самом деле не только 90 тысяч душ он дает. Он также нам дает возможность сразиться с дополнительным боссом и открыть одни врата. Я, Вендрик. Вендрик. Найти все короны, чтобы моя мечта сбылась. Но для того, чтобы найти все короны, нужно пройти все DLC. А это еще, наверное, займет порядка 15 серий, это точно, если не все 20. Больше нам здесь делать нечего. И теперь нам нужно отправиться в храм Аманы. Так, самая ненавистная локация. Теперь у меня тоже есть чем покидаться у вас. И здесь нам нужно идти. И мост под водой. О, да, все забыл. Теперь никто не поет, и эти твари не спят. Так, еще желательно будет смотреть под ноги. Почему не могу на них навестись? Вроде рядом стоят. Так, и вот как раз здесь стоял раньше драконий всадник, но после того, как мы убили Вендрика, он отсюда пропадает. Ну, перед тем, как туда идти, лучше разобраться со всеми магичками, потому что они могут швырять свои магии энергически на всю карту. И здесь за корешками нас ждет такая вот дверь. И она должна открыться, поскольку мы убили Вендрика. Но для этого нам еще нужно быть в человеческой форме. Здесь у нас стоит маленький трон, на котором находится душа короля. Давайте посмотрим. Душа Вендрика, короля Дранглика. Великая душа подчинилась тьме, под власть которого попал король. Возможно, некогда правивший миром людей король оказался недостаточно хорош для своего трона. Да, Вендрик подчинился тьме. И этой самой тьмой как раз и является его королева Нашандра. И здесь есть еще один такой не совсем приметный проход. Где лежат королевская корона и сет короля? Королевская корона, одна из четырех корон. Корона Вендрика, короля Дранглика. Что делает короля королем? Одни считают, что кровь, текущая в его жилах, и право по рождению. Другие утверждают, что судьба. Но так ли это важно, если имя короля способно объединить народ? Доспех Вендрика, короля Дранглика. И он имеет такое же описание, как и корона. Так вот он выглядит. Он очень тяжелый, по крайней мере для меня. Ну и все, можно отсюда эвакуироваться. Давайте потратим наши 90 тысяч душ. Возьмем три стойкости. Ну что ж, и теперь можно со спокойной совестью отправляться в бездну. И давайте, наверное, начнем с Темнолесия. И нам нужно найти три алтаря. Они разбросаны по всему Дранглику. Одно из них как раз находится здесь, в Темнолесии. Мы уже их находили, но зайти мы туда не могли. Потому что надо было сначала поговорить три раза с Грандалом. А найти его не так-то просто. Если не знать, где искать. Ну а теперь мы можем вступить в Ковенант Пилигримов и... Дав ему человеческую фигурку. Домолей Охом. Если вы захотите от геного птица, неожидан, вы должны предложить ее умение. Геные птица, неожидан, неожидан номер птица, ну что ж каждая попытка пройти тьму будет стоить нам человеческой фигурки и так каждая попытка пройти темной бездны былого будет нам стоить человеческой фигурки и это достаточно опасное темное место где в конце перед нами предстанет босс тоже очень неприятный ну и награда достаточно интересна здесь нас ждут темные духи темные духи былого старых героев из предыдущих в том числе частей самая еще проблема что они очень часто нападают группами что очень неприятно еще здесь очень просто упасть ландшафт здесь просто ужасно да что что такое снайпер то точнее это скорее всего она я вас понял будем дальше продолжать стрелять вот эти духи они нисколько много снимают сколько отталкивают могут куда-нибудь скинуть с обрыва примерно вот так и зачем я только полез в рукопашное да придется отдать еще одну фигурку давайте посмотрим сколько я буду наносить урона при помощи пирамантии у нас есть заклинание по площади свои внутренности забрать 694 неплохо но медленно конечно медленно пирамантия бьет эти люди дорогие воу да в нем я ее даже не зацепил да они еще и к тому же еще и пьют эстус так ну тебя нафиг давайте его сожгем хочу больше рисковать подходить к нему тихо и здесь нам понадобится факел да без огненных бабочек здесь делать нечего локации бездны не очень большие и в каждой из них цель зажечь эту чашу и выбраться отсюда выход из бездны тоже достаточно специфичен нужно обязательно убить всех темных духов да не только темных духов вообще всех в локации и на них да можно фармить угли вражды туман исчез и нам нужно упасть в бездну ну что ж мы прошли первую часть и наша преданность ковенанту усилилась мы получили ранг young undead the dark beset upon you runs deeper than i had imagined let us see just how much dark you can endure you have seen dark that has existed from times long past what once was a great void of darkness became but fragments и в подарок мы получаем звучную душу да тьма распалась на части когда мы победили у мануса в первой части игры но при этом она никуда не пропала и даже умудрилась переродиться ну звучная душа у нас уже была и грандол кстати продает еще много интересных вещей уголь вражды и человеческие фигурки а также буря тьмы и полное безмолвие буря тьмы и экзотическое заклинание навлана печально известного мага изгнанника создает вихрь темного пламени эритик навлан был казнен вместе со всеми жителями его деревни а его имя оказалось под запретом поговорят что так поступили потому что он пытался возразить запрещенное искусство воскрешения ну навлана мы уже встречали по крайней мере его перерождение в бедном несчастном маге заточенном в замке алдии ну что ж пойдем искать еще один вход в бездну теперь нам нужен замок Дранглика и да кстати в замке Дранглика можно еще раз посетить канцлера и за победу над королем гигантов канцлер Виллагер по моему должен нам дать несколько интересных предметов кстати если по моему одеть кольцо короля то эти статуи перестанут размораживаться где-то он здесь да вот он так канцлер и он дает нам королевский кортик эспаду Королевский кортик. Кортик из редкой гестали с необычной длинным лезвием. Гестали это редкий и очень дорогой сплав с востока из Мирры. Секрет его изготовления хранится в тайне и никогда не попадал в руки мастера из других стран. По крайней мере до сих пор, пока король Вендрик не приказал канцлеру Велоджеру любой ценой заключить с кузнецом Левелином пожизненный договор. Так гесталь появилась и в Дранглике. Эспада Ропера, колющий меч канцлера Велоджера, выкован из редкой гестали. Шедевр великого кузнеца Левелина, который он принес с собой в качестве подарка, когда прибыл из Миры в Дранглик. Судя по всему за то, что он заключил с ними договор. И доспех Левелина. Доспех, укрепленный редко гесталью, принадлежал советнику Велоджеру. Очень качественное снаряжение, легкое и прочное, работа главного придворного кузнеца Левелина. Большая редкость, доступная лишь единицам. Левелин всегда избегал излишеств. Для него были важны только экономичность, простота и надежность. Продолжение следует... 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 С которой нам еще предстоит встретиться. Но перед этим нам еще предстоит пройти чертоги тьмы. Прочные ребята. Так, и это, наверное, самая опасная часть Бездны. Здесь очень просто упасть. В основном нужно ориентироваться по этим столбикам. Обычно они указывают там, где есть земля, но вот здесь вот тупик. Точнее, провал. Нужно приготовиться. Сейчас нас встретят очень сильные враги. Старые знакомые из прошлого. А именно Хавл и Принц Рикард. Хавл, как всегда, со своим зубом дракона. Постараемся его как можно быстрее закидать. Главное, не двигаться вперед, потому что стоит только сдвинуться чуть дальше, как наброситься еще и остальные. Один стоит вот здесь за углом. Да, вон он торчит. Там еще и призрак. Давайте сначала разберемся с призраком. Почему я не могу прицелиться? Похоже, из-за того, что здесь слишком темно, прицеливаться я могу только практически в упор. Здесь осторожно по краю. Вот она, наша чаша. Если вы играете милишником, то самое лучшее здесь использовать против Хавла и других темных духов, это, конечно же, большая дубина. Сильными атаками прибивая их к полу. Иначе вам будет здесь очень тяжко, потому что маневрировать здесь очень сложно. Среди всех этих обрывов. И вот, похоже, это наш как раз принц Рикард с рапирой. Да, который может сделать очень неприятные вот такие комбинации, которые снимут практически... большую часть жизни. Проблема. Окей. Да хватит уже пить! Падай! Нет, нет! Тоже попью. Ух, и здесь остался, по-моему, еще один. Ух, и здесь остался, по-моему, еще один. Где же ты? Девушка с двумя шателами, судя по всему. Девушка с двумя шателами, судя по всему. Так, ну и это, похоже, все. Не из-за прохождения второй части Бездны повышения в Ковенанте мы не получаем. Ну что ж, у нас осталось последнее испытание. И для этого нам нужно посетить черную расселину. Лучше это делать с этой стороны. Торопимся. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Но не так сильно нужно было бы торопиться. Просто червь из дюна меня напугал. Тихонько. Сверху червь бушует. И кто у нас здесь? Здесь у нас Панцирный Рыцарь. С двумя огромными дубинами. И... Похоже, Король Иеремии. Блин, почему он в своей пиромантии не попал ему по заднице? Нечестно. Вау. Что победит? Майли Пиромантия. Да, у Пиромантия, конечно, большой минус в том, что она долго колдуется. Ты еще жив? Так, и сейчас лучше бутылочки не транжирить. Давайте еще используем человеческую фигурку. Ага, ну ты. Как-то он не очевидно колдует. Да, в бездне было никаких предметов не валяется абсолютно. То есть пропустить здесь, в принципе, ничего нельзя. Нам нужна очередная бабочка. Немножко побегаем с факелом. Бутылки я приберегаю, потому что нас здесь в конце этой локации встретит босс. Причем неважно, в какой последовательности вы проходите эти бездны, всегда в конце третьей будет босс. И даже если я вернусь к прохождению предыдущих и пройду их, то в конце них тоже будет этот же самый босс. То есть, по идее, можно выбрать какая из трех проще, чтобы при смерти каждый раз к боссу добегать было легче. Ну, тут на самом деле мало приятного во всех трех из них. Возможно, каждый выберет что-то для себя. Мне так кажется, вот это проще. Всех остальных. По крайней мере, здесь меньше мест, где можно упасть. Хотя и противники здесь тоже достаточно сильные. Так, у нас кончилась вся тьма. Ну, на боссе нам тьма здесь и не пригодится. Так как у него огромнейший дефенс к этой самой тьме. И что ж... мы готовы? В борьбе с этим боссом может помочь пиромантия. Для этого я взял огненный шторм и большой огненный шар. Немножко подкрепимся. Ну, что ж, прячешься во тьме. Привет. У него есть несколько неприятных приемов. Вот один из них. Когда он пускает темную сферу. Потом, когда он колдует три фаербола, оно от них достаточно просто увернуться. Бьет вот таким вот мечом. Да, катана, конечно, на огонь сносила бы побольше, чем 120. Поначалу лучше пиромантию на него не тратить. Пока он один. В принципе, проблем с ним особо не возникает. Когда их становится двое, тогда начинается проблема. Сейчас он может телепортироваться. Это не особо помогает. Вот этот прием самый, наверное, противный. Нужно просто бежать в сторону. Как можно быстрее. Пешил полечиться. Тут же получил. Когда он подлетает, он делает луч. Ну, от него вернуться вообще нет никаких проблем. Просто стоять и ждать, пока он спустится. От этого удара лучше вообще просто защищаться щитом. Ну, если хотите, можете, конечно, уклоняться. Так, и вот, наверное, пришла пора уже начинать пользоваться пиромантией, потому что сейчас начнется самое веселое. Жим. Давай, спускайся. И когда он начинает раздваиваться, лучше использовать огненный шторм. Когда есть шанс нанести большой урон по ним двоим сразу. Оу. Сам попоролся. Проблема в том, что когда их двое, практически нет времени ни на что. О, нет. Оу. Прям четко попал. Да, после того, как я прошел третий уровень преданность Ковенанту Сивилас, но я еще не убил босса. Он нам дает великую звучную душу. И да, самая большая проблема этого босса то, что нужно постоянно тратить человеческую фу-фигурку для того, чтобы попасть в бездну. И опять же эту бездну заново перепроходить. По крайней мере тот уровень, который вы выберете один из трех. Неважно, какой из них вы выберете. Как я и говорю, в конце всегда будет босс. Да, наша потроха остается сверху. Итак, и кстати, так как наша катана ни на что не заточена, то в принципе мы можем использовать так уберем перо. Мы можем использовать смолу. Ну что ж, потанцуем. Тоже решил сразу против меня огненную магию использовать. Прям всю тяжелую артиллерию. Жим. Прямо. Выносливости недостаточно. Оу. Луч это хорошо. Можно немножко передохнуть. Оу, раздвоение. А, чуть-чуть не успел. Пьем. оба взлетели. Отлично. Немножко покидаться с фаерболами. О-оу, только не это. Где, 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 где? Где второй? А! фаерболами. О-оу, сзади. Так, надо за двумя следить. Уйди от меня. Три фаербола. Еще три фаербола. И от меня тоже один фаербол. Так, мои фаерболы закончились. Окей, копашку. Да как? Так, так, так. Главное, сосредоточься. Серега. Давай, последний удар. Фух. Фух. Есть. What the fuck? Ну, я же победил. Ну, в общем, ребят, мне не зачитали победу. Мне пришлось приходить и убивать его заново. В общем, эпик фейл. Ну, бывает. Итак, мы получили все-таки его душу. Душу, прячешься во тьме. Душа обитателя темной бездны. Темная бездна былого. Останки безмерно древнего создания. Сущность которого была рассеяна. Про безмерно древнее создание имеется ввиду, скорее всего, Манус. Здесь у нас больше ничего нет. И, как говорится, разбежавшись, прыгну со скалы. Вот, наконец-то, мы прошли бездну. И наша преданность Ковенанту усилилась. И мы получаем сет Ксантоуса и заклинание кульминации. А также драконий колокольчик. Драконий колокольчик. Священный колокольчик в форме дракона усиливает действие чудес и порчи. Этот колокольчик много времени провел в темном разломе, но в нем еще можно ощутить следы былой истины. Использовать его сможет лишь глубоко верующий, зато наградой ему станут мощнейшие заклинания. Кульминация. Порча, поражающая жизненную силу. Испускает плотный сгусток тьмы, расходуя все души сразу. Сила эффекта зависит от количества душ. Само собой, прежде чем использовать эту порчу, следует разумно оценить последствия. То есть, можно на 86 тысяч душ как бахнуть, что всех рассыпет на атомы. И сет Ксантоуса. Считает, что этот ослепительно ярко-желтый костюм принадлежал королю Ксантоусу. Хотя ткань уже превратилась в лохмоть, и ее желтый цвет не поблег. Но это знакомый нам желтый сет еще с Демон Соус. Корона Ксантоуса. Неизвестно, с какой целью была сделана эта дурацкая тряпичная корона. То ли действительно для какой-то надобности, то ли просто в качестве очень странного символа власти. Что ж, тут мы наконец-то закончили. И можно переходить к финалу всей этой истории. Ксантоус. Продолжение следует...